С первого костричника в Могилеве возникнет проводную радио. Его заменит эфирный сигнал. Но это не значит, что первый национальный канал белорусского радио станет недоступным для слухача. Вмениться только технология доставки информации. А любимые радио программы застанутся в эфире. Поколь проводную радио можно слухать в двух белорусских городах Минску и Могилеве. Первого костричника проводную радио в Беларуси возникнет. Чтобы застаться на хвале первого национального канала белорусского радио, слухачам треба иметь радиоприемники, которые работают в диапазоне 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц. Далее оплата за спожитую радиоприемникам энергию меньше, чем абонентская оплата за проводное вяшчание. Платить за прием эфирного сигналу не треба. Мы мощнили от передачи до 60 кВт. Соответственно, зона уверенного приема увеличилась и охват населения. То есть более доступен стал в глубинке. Больше за десяток годов проводную радио суседничало с эфирным. По таким принципу працывали Могилевская областная радио и Радио Могилев. Але с початку этого года у эфиры у ФМД по зоне засталося только Радио Могилев. Мы какие-то программы переселили. С одной волны на другую. То есть информационная составляющая на Радио Могилев, она у нас увеличилась. И абсолютно все новости о своей области жители Могилевщины могут узнать на Радио Могилев. Для оптимизации сетки проводного вещания есть некольки причин. По-перше, термин эксплуатации обсталевания уже скончился, и некоторые компоненты изняты з вытворчасти. По-другое, низкая запотребованность послуги. На початку года колькость жадающих адмовится от проводного радио у областным вузле радиовещания и телебачения доходила до 100 человек за день. Алина Соловьева, Александр Артемьев, Новины Регион.